Всем привет! Российское озеро Байкал можно без ложной скромности назвать уникальнейшим и самым необыкновенным озером из известных сегодня. У озера Байкал есть множество своих тайн и загадок. Это озеро тектонического происхождения, самое глубокое озеро на планете и самый огромный природный резервуар пресной воды. В нем хранится около 20% мировых запасов всей пресной воды. К тому же прозрачность воды настолько велика, что в ней можно с легкостью рассмотреть предметы, находящиеся на глубине 50 метров. Но что самое интересное, в озере происходят совершенно невероятные явления, которые никак не поддаются логическому объяснению. Вот семь известных и необычных загадок озеро Байкал, которое поражает воображение. Чёртова воронка. В 30 километрах юго-восточнее острова Ольхон, в самой глубоководной части Байкала, есть место, которое и зовется Чёртова воронка. Своё название оно получило из-за странных явлений, происходящих тут один-два раза в год. В хорошую погоду при полном стиле здесь внезапно образовывается огромная воронка, где начинается невероятное вращение воды. И вскоре в самом его эпицентре появляется большая воронка, засасывающая в себя всё вокруг. Местные жители уверяют, что таким образом открывается бездна, через которую души умерших грешников уходят в преисподнюю. Байкальский треугольник. Аномальная зона на озере, названная по аналогии с Бермудским треугольником, это область аномальной турбулентности, в которой отказываются работать всевозможные приборы. Кроме того, здесь часто наблюдаются весьма необычные явления в виде возникающих сверкающих шаров, кругов и резко изменяющейся погоды. Некоторые из побывавших здесь также говорят о потере во времени. Полгода озеро заковано в лёд, но это никак не меняет его характера. Каждый год на Байкале буйствуют ураганные ветры. Байкальские ветры настолько свирепы, что каждый получил имя подобно тайфунам. Горное – это северо-западный ветер, виновник самых больших байкальских кораблекрушений за последние 200 лет. Сарма назван в честь одноименной реки, из долины которой вырывается джином со скоростью пушечного ядра и приводит к погибели неуспевших спрятаться кораблей. Юго-западный ветер Культук, юго-восточный Эшелонник, северо-восточные Троица Баргузин, Верховник, Ангара. Страшные истории и легенды передаются из поколений в поколение байкальской розе ветров. В 1907 году летом при перелёте через Байкал пропала группа первооткрывателей. После этого зону пропажи назвали аномальной. В 2005 году за 40 километров от неё потерпел крушение вертолёт Ми-2 сотрудниками МЧС. Лётчики погибли, а оставшиеся сообщили об аномальных ветрах над озером в этом районе. Здесь постоянно наблюдается странное явление. Учёные связывают аномальное явление на Байкале с его географическим положением в области геологического разлома. Австралийские учёные выдвинули гипотезу о пузырях метана, поднимающихся из глубин тектонического разлома, где имеются отложения твёрдого метана. Они есть и на Бермудах, и на Байкале. Ведьмины круги на Альхоне. Согласно поверьям местных жителей, идеально ровные круги на траве, периодически возникающие на одном из островов Байкала, появляются здесь из-за хороводов ведьм. Уфологи же считают, что кольца, достигающие в диаметре нескольких десятков метров, возникают вследствие приземлений инопланетян. Эти загадочные круги на полях известны народам разных стран. Для них даже придумали название – ведьмины круги. Они периодически появляются сами собой на полях, никогда не знавших пашни. Конечно, это не те знаменитые и сложные рисунки пиктограммы, как, например, на полях Южной Англии. Но удивление вызывает у большинства столкнувшихся с явлением туристов. Исследователи озадачивают то, что круги не похожи на результат действий стихийных сил или следы животных. Никаких признаков вытаптывания нет. Наоборот, по границе идеально ровной окружности возникает полоска более сочной и высокой травы. Она особенно хорошо заметна на обычно сухих участках степи. Однако у биологов, изучивших эти растительные проявления, есть куда более логичное объяснение. Только под микроскопом можно рассмотреть в образцах почвы, взятые из круга. Микроскопические гифы – это грибница. Она состоит из множества переплетенных нитей, гифов, и может разрастаться на большой площади. Если все нити получают равноценное питание, то рост грибницы происходит в форме правильных кругов. При благоприятных условиях она разрастается из центра с постоянной скоростью. Поэтому во внешнем круге, где в этот момент прорастает молодая грибница, трава на поверхности более сочная и высокая, чем внутри круга, где грибница уже отмирает. Не случайно круги из зеленой травы отчетливо видны в сухой степи. Особенно четкими становятся круги в степи в середине августа после обильных дождей. Следует заметить, что грибницы или шайники крайне чувствительны к загрязнению воздуха. Их массовые появления на Альхоне – это свидетельство благоприятной экологической обстановки и чистоты окружающего воздуха на острове. Ледяные сопки. Ледяные сопки – это уникальная особенность строения льда на Байкале, не встречающиеся больше ни в одном месте планеты. Это конусовидные, прозрачные возвышения высотой до 5-6 метров. Они просто вылитые ледяные шатры, открывающиеся в противоположную от берега сторону. Иногда они образуют целые мини-горные хребты, но чаще возникают по одной. До сих пор за сопками не было достаточных наблюдений, которые давали бы возможность выяснить процесс их образования. Светящаяся вода. В 1982 году исследователи впервые с помощью специального оборудования обнаружили, что вода озера Байкал светится. К сожалению, это явление невозможно увидеть невооруженным глазом. Уровень свечения при этом составляет 100 фотонов на 1 квадратный сантиметр в секунду. Таинственные огромные кольца на льду. Эти огромные кольца диаметром в несколько километров периодически появляются на ледяной поверхности Байкала. И их можно увидеть только с воздуха. На космических снимках Байкала на весеннем льду иногда можно увидеть темные кольца размером 5-7 километров. Впервые такое кольцо было замечено на космоснимке, сделанной в апреле 1999 года. Кольцо располагалось напротив мыса Крестовский. По результатам наблюдений из космоса стало известно, что кольца появлялись только в 2003, 2005, 2008 и 2009 годах и каждый раз на новом месте. Причины и механизм образования кольцевых ледовых явлений в настоящее время детально не изучен. Предположительно, образование кругов связано с выбросами природного горючего газа метана из многокилометровой осадочной толщи дна Байкала. Известно, что на некоторых участках акватории выходы природного газа со дна происходит постоянно. Летом в этих местах из глубины на поверхность поднимаются пузыри, а зимой образуются пропарины диаметром от полутора до сотен метров, которые постепенно разрушают ледяной покров снизу. Подтаявший лед напитывается водой, на поверхность льда проявляется темное кольцо. Впоследствии в пределах образовавшегося круга лед сходит быстрее, чем в близлежащих участках акватории. Но из-за огромного размера увидеть кольцо со льда и даже с горы практически невозможно, поэтому замечать их стали только недавно, когда по заказам Минприроды России начал проводиться ежедневный космический мониторинг байкальской природной территории. Образование кольцевых ледовых явлений на Байкале в очередной раз подтверждает, что Байкал — это уникальный геологический объект. Байкал таит в себе еще множество загадок, и надо надеяться, что изучение кругов на льду преподнесет нам новые удивительные открытия. Байкальские миражи. Местные жители называют их голоменицей. Это явление на Байкале, при котором на горизонте возможно рассмотреть предметы в действительности, находящиеся на расстоянии 40 километров. Миражи на озере появляются как в теплое, так и в холодное время года. Миражи появляются над кристально прозрачной гладью озера Байкал. Это древние замки, старинные суда и даже корабли пришельцев. Рассказы о таких явлениях можно часто услышать от местных жителей окрестностей озера Байкал. Что тому причиной? Возможно, это идеальные условия водоема. Теплые воздушные потоки над охлажденной водной гладью летом, чистейшей атмосферой и жгучие морозы с недвижимым воздухом зимой. Известные на весь мир байкальские миражи порой приобретают чрезвычайно причудливые и странные формы. Зимой миражи торосов издали сливаются с настоящими торосами, многократно увеличивая их размеры и чистоту, но по мере приближения к ним полностью растворяются, открывая проход в ледяных коридорах. Миражи над ледяной поверхностью Байкала парят высоко в воздухе и называются миражами дальнего видения. Ученые объясняют их появление причудливым преломлением света в воздушных линзах холодных и теплых слоев воздуха. Это явление характерно для холодных регионов. При этом зачастую возникают тройные миражи. Над объектом, невидимым за линией горизонта, предстает не только его перевернутый образ, но и еще один его правильное изображение. Поистине, Байкал это просто сокровищница разнообразных оптических атмосферных явлений. Над ним, особенно в северной его части, хоть и не часто, можно наблюдать северное сияние. Кроме этого, над озером Байкал при заходе солнца и в ночное время можно часто наблюдать странные вертикальные цветные столбы, окрашенные в сочные цвета, яркие, полыхающие через все небо зорницы и многоцветные радужные мосты, встающие над его поверхностью. Само по себе озеро Байкал с его кристально чистыми глубинами и уникальным подводным миром относятся к интереснейшим местам нашей планеты, а его миражи, периодически регистрируемые над его поверхностью, делают его еще более таинственным и загадочным для исследователей и путешественников. И еще несколько фактов. Байкал еще не пересекал вплавь ни один полоумный пловец. Кстати, средняя температура воды летом в верхних слоях озера 8-10 градусов и расплаваешься. На Байкале можно загореть даже зимой. Такое там сильное солнце. Байкальская банька особое удовольствие. Летом ее строят из местных пород дерева, сосна, кедр, а зимой из настоящего льда. Попариться в такой бане можно только на Байкале. Байкал является самым глубоким озером на нашей планете. Глубина его составляет 1642 метра. Надеемся, вам понравился наш сегодняшний рассказ. На этом у нас все. Спасибо за просмотр. Пока-пока! Продолжение следует...